Никакие моды, потому что мне не нравились, мне не нравились как они вешают комп, мне не нравилось как, ну слишком загроможденный кран этими модами. Все-таки решился, теперь у меня есть собственный модпак, так сказать, но он минимален, то есть, как видите, внешне очень слабо отличается, как бы, и здесь, и в бою тоже увидите, слабо отличается то, что есть, от того, что было. Но при этом функционал, добавлен функционал, добавлен очень хороший. Что есть в ангаре? В ангаре появились пинг, то есть, можно смотреть, какие пинги на каком серваке, для этого я раньше юзал абсолютно стороннюю программку, но она, в принципе, используется редко, только когда начинает глючить ваш любимый, там, не знаю, первый или пятый сервак, то есть, видно, что на нем проседает дико пинг, там, под сотню, под две сотни, тогда понятно, что надо сервер менять, и по такой панельке пинга будет уже видно, где серваки работают, где они не глючат. А следующая фишка очень полезная для тех, кто имеет в ангаре много премов, потому что на премах катаются экипажи других танков, допустим, вот, Маусов, и чтобы танк пересадить экипаж, нужно его высадить вручную, высадить можно, как обычно, да, там, высадить весь экипаж и все, они все выпрыгивают, вот, а вот сажать в стандартном клиенте только ручками, только по одному. Ну, в модпаке также добавлена в этом правая кнопочка, допустим, экипаж того же класса, оп, и сюда насаживается экипаж Мауса, или, допустим, посадить там лучший экипаж или родной экипаж, ну, если бы несколько экипажей было, то он посадил бы самый лучший, который подходит к этому танку, если есть только экипаж, который на Мауса обучен, еще на какие-то танки, он будет сажать экипаж, который обучен под этот танк. И тоже самое обратно, если нам нужно пересадить экипаж с Мауса на Льва, допустим, сажаем лучший экипаж, и все, самые лучшие ребята из Мауса быстро прыгают в Льва, начинается фарм. Вот, что есть дальше? Собственно, по ангару это все, видите, ангар минимально переделан, то есть все полностью почти стандартно, если хотите, можете сверху там свои какие-то ангарчики ставить, шкурки, модики, а здесь именно основное, именно то, что функционально, то, что при всем своем минимуме обеспечивают максимальную пользу в ангаре, ну, по крайней мере, для меня. Переходим теперь дальше к бою. В бою тоже есть нововведения, но их уже немножко побольше, чем в ангаре, тут введены разные тоже вещи. Как видите, сразу, да, стоит XVM мод, версия 5.0.1 сейчас, то есть переработан интерфейс немножко, но при этом не ставлены никакие там алинии меры и все прочее. Честно, я не люблю эти вот процентики, там, сколько на победу, сколько у кого боев, не люблю в том плане, что они не отображают того, кто сидит за танком. Ты можешь понадеяться, что за танком там 40% рак, а там сидит его, допустим, папа, который в другом аккаунте там 70% и все такое прочее. Вот, как видно, что у нас здесь есть? Во-первых, улучшены маркеры. Маркеры полностью переработаны, из XVM взяты. Вот тут у нас будет лог нанесенного урона. Сейчас пробитие 0, соответственно, будем пробивать, будет появляться урон. И по кнопочке Alt, вот так вот если нажимать, можно посмотреть, сколько осталось ХП у твоих врагов, когда они пропали из засвета. Чтобы в рандоме не писать, там, Вася, Петя, сколько у этого, сколько у того осталось, потому что в рандоме им это не подскажут, как показал мой опыт. Можно посмотреть здесь. По миникарте. Также маркеры миникарты. Видно, где какой танк, даже если танк засветился где-то вот здесь, то есть вы его так не увидите абсолютно, где он был. Но по маркеру уже тоже будет видно, что за танк там светится, и нужно просить своих союзников, которые, естественно, не скажут. Квадрат. Квадрат отрисовки 1000 метров. Или не 1000. Ну, короче, ладно, не в сути. Да, 1500. 500 в каждую сторону. Плюс радиус 445 метров. Это радиус максимального засвета. Где вообще могут танки засветиться по вашему засвету? Со всеми возможными модулями и прочим, прочим, прочим. То есть вот если танк в этом квадрате, вы в него сможете стрелять. Если танк в этом кругу, вы, возможно, его даже увидите. Вот. По кнопочке Caps Lock можно посмотреть увеличенную версию карты. Только не забывайте после этого еще раз капстоп нажимать, чтобы ее закрыть. Чтобы убрать лампочку, чтобы не писать кучи-кучи всяких больших букв в чате. Полосы захвата тоже модифицированы. Не знаю, смогу сейчас показать или нет. Но суть в том, что при захвате видно, сколько танков стоит и как идет захват. А также есть звездочки. То есть так засветился, вот 54-ка вражеская. Звездочка пропала, ясно, что он уже в засвете. И видно, сколько у него ХП. Даже вот так мы его абсолютно не видим. Но при этом приходит инфа. И видно, сколько у него ХП. Добьют его, там, не добьют. Или он поломает всех. То есть в этом, конечно же, плюс. И плюс огромный. Так, теперь по снарядикам. По тому, как у нас приходит урон. Как у нас приходит дамаг. К сожалению, наши что-то не особо давят на этом фланге. Пошли-пошли вроде в атаку. А, дальше камера. Камера-камера. Во-первых, зум 16-кратный. То есть все это разрешено. Это не является каким-то там читом. А все моды абсолютно разрешены. Читы вас за них не забанят. Можно, например, ролики с ними делать. И плюс отдаление. Тоже полезная штука, чтобы оценить, допустим, там, ситуацию. Посмотреть за домик, что там как. Очень полезная вещь. Можно катать стандартно. Так, сейчас еще показать бы лог дамага. Хотя бы попасть разочек, чтобы его показать. Но что-то наши перестали давить. По-моему, Е100 испугался. Увидев, как отхватил 50-100. Вот видно, да, сколько у кого хп осталось. Видно, сколько у птшки хп, у тяжиков. Принавидны хп только о засветившихся танках. На мини-карте набражаются места, где последний раз светился танк, где он потух. Конечно, спорный немножко момент. Потому что бывает понадеешься на точку, а танк уже вообще в другой абсолютно стороне. Но пусть будет. Пусть будет вещью все-таки чаще полезной, чем бесполезной. Вот так вылетает дамаг. Видно, да, сколько пробитий. Одно было всего. Общий дамаг за бой. Последний дамаг. Такая тоже весьма полезная статистика. Особенно, если вы следите за дамагом. Как в следующей моей мини-игре, кстати. А вот у нас уже входящий дамаг. То есть видно, что там стрелял по нам хэвик. Стрелял обычный бэбэшка, не пробил. То есть можно знать, что ты ждешь от врага голды, либо бэбэшку. Либо фугасиком отхватишь. И все это видно, естественно. Видно, вот допустим, если добил. Видно, что добил этим дамагом последним. Вот светились сейчас все, допустим, да, вот видно, да. Кроме вот двух ПТшков. Две ПТшки еще не светились. Сейчас где-то они прячутся. Где-то их надо искать, убивать. Вот еще одна ПТшка засветилась. Вот. По боевым таким изменениям, по изменениям, карты, по кругам засвета, в принципе, все. Как видно, минимальные изменения. То есть они не затронут особо вашу графику. То есть у вас станет тот же прицел, те же танки. Никаких шкурок, никаких вот этих извращений. Ну я, допустим, этого не люблю всего, да. То есть я люблю более-менее стандартный клиент. Даже карту можно поменьше сделать. Вот. Стандартный клиент чисто люблю. Прицел вот этот. Он мне очень нравится, к ним очень привык. И вот с этим модпаком вам не придется переучиваться на какие-то другие прицелы, на что-то такое более сложное. Все стандартно. Не смотрим. Перешел на фугасик, видно, противник наш. Первый был АББшка. Переделаны полностью тоже панельки. Они более яркие, более контрастные. Пожар намного лучше заметен на них. Вот. И при этом, если у вас выбит модуль, он показывает в секундах, сколько осталось до его починки. Тоже полезная штука, особенно если знать примерно, сколько перезарядка в секундах у врага, если уже такой хороший опыт иметь, то можно знать, успеешь ли с гусли сняться до его выстрела. И все-таки лучше починиться, а потом уже сняться с гусли. Вот. Но это все пока что тестовый сервер. Завтра будет релиз. Скорее всего, будет точно так же работать. Уже готова релизная программка, релизный модпак, который просто скачать там буквально 4 метра, установить себе на комп и все абсолютно больше. Ничего делать не надо. Все будет у вас абсолютно так же. У вас будут все вот эти хорошие, полезные моды. Можно спокойно нагибать, спокойно играть. Вот. Видно, да, вот идет захват. Захватчик один осталось до конца захвата, сколько в секундах. Если кто-то как бы не может точно рассчитывать захват, это полезно, чтобы знать там один или двой на захватчике, успеешь доехать или не успеешь. И лучше не рисковать. Ой, сейчас таран будет. Вот. И теперь победа. По результатам боя тоже изменен экран. Но изменения также незначительные. Урон по разведданным свой показывается сразу же на первом окошке, чтобы не лазить, по остальным не тыкаться. Процент попаданий, сколько выстрелов было, все это тоже показывается на первом окне. Собственно, это изменения такие вот минимальные, но полезные, которые позволят вам чуть-чуть получше ориентироваться, меньше времени тратить на просмотр своей боевой статистики. Вот. Пожалуй, наверное, все. Пробуйте, скачивайте по ссылочке под видео этот модпак, оставляйте свои отзывы, пишите, что бы вы хотели добавить или что там нужно добавить, если какая-то есть тоже реальная такая хорошая, полезная вещь, которая не изменяет сильно внешний вид игры. То есть это никакие не белые шкурки, ничего такого. Вот. Но при этом она разрешена, и при этом она хорошо будет смотреть в самом модпаке. С вами был Кром, всем пока.